Сегодня уточка по-итальянски. Но это так вкусно, что мама мия! К сожалению, не смогла найти целенькой уточки, цельной тушки, потому что здесь вот и в супермаркетах, и на рынке фермерском, где бегала, нигде не могла найти, потому что цельная уточка продаётся только в рождественские дни. Но я взяла упакованные частички. Сейчас будем делать. Для уточки по-итальянски нам понадобится сама уточка. Ну вот у меня две ножки и грудинка. Пару веточек розмарина. Апельсин. Если у вас не бион, то нужно тщательно его вымыть. Красный лук. Дальше груша. Желательно, чтобы она была сладкая и ароматная, так как это влияет на результат блюда. Соль. Перец. Вот такой у меня набор ароматных перцев. Белое вино. Любое. И хорошее оливковое масло. Мне очень нравятся блюда, которые готовить легко и которые имеют ошеломительный результат. Блюда, которые можно подать и в будни, и в праздники. Так вот, это одно из таких блюд. Для начала чистим лук и затем режем его на крупные полукольца. Дальше чистим грушу. Разрезаем ее затем на четыре части и удаляем сердцевину с косточкой. Так как апельсин имеет очень яркий вкус и аромат, будем использовать только одну его половину. Также режем на крупные полукольца. Как я уже сказала, что здесь, в Италии, утка продается в основном уже в разделанном виде. Я взяла две ножки и грудинку. Итого у меня здесь в общей сложности один килограмм утиного мяса. Сейчас я освобождаю от упаковки и затем нарежу на крупные куски, подготовлю его к тушению. Вот так вот. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Затем яркий и сочный апельсин. А также сладкую грушу. Продолжение следует... Перекладываю мясо на сковороду. Кожа довольно-таки жирненькая, мясо будет очень сочным. Посыпаю солью и перцем. Продолжение следует... Добавляю белое вино. Как я сказала, можно любой сорта. В моем случае это шардоне. Для начала на большом огне пару минут выпариваем алкоголь. Затем огонь уменьшаем. Продолжение следует... Обкладываем нашу утку веточками свежего розмарина или сухого. огонь уменьшаем. Огонь уменьшаем. За полтора часа тушения все ингредиенты успешно подружились, успев выпустить свои прекрасные ароматы. Мясо очень мягкое и сочное, легко отходит от костей. Настолько неожиданно вкусное, как будто оно было замариновано несколько часов до приготовления блюда. Груша приобрела глубокий пикантный вкус и аромат. Ну зачем идти в ресторан, если дома так обалденно вкусно и красиво? Желаю вам получить огромное удовольствие от превосходного ужина и яркие эмоции от комплиментов за лучший ужин.